Друзья, так как среди наших зрителей есть и большая часть людей пожилого возраста, сегодня мы как раз поговорим об их здоровье и об их возможных проблемах. Для этого в студию сегодня я к тебе пригласил Павла Владимировича Тихонова, главного гериатра Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. Здравствуйте. Добрый вечер. Многих интересует, какой же все-таки возраст называется пожилым? Когда я начинаю объяснять, с какого момента начинается пожилой возраст, люди искренне удивляются, что они уже достигли этого возраста и этого не заметили. Поэтому меня это радует, потому что люди сохраняют свой потенциал, они сохраняют свою жизненную позицию и не замечают, что они уже переступили порог пожилого человека. По классификации Всемирной организации здравоохранения пожилой возраст начинается с 60 лет. Я вот уже достиг этого возраста, так что могу полностью сказать, что меня также интересует качество жизни пожилых людей, как и все население, которое достигло этого старше трудоспособного возраста. Ну вот какие особенности в проблемах со здоровьем, может быть, да, в каких-то вопросах здоровья у пожилых людей? Ну, безусловно, особенности пожилого человека есть. Оно касается как и новой ситуации, которая сейчас возникла в связи с эпид-обстановкой, новой коронавирусной инфекцией, так и, в принципе, пожилые люди имеют свои особенности в лечении, в определенном уходе. Вот действительно, действительно это так. По пожилому человеку, то, в принципе, вот гириатрия, как наука, медицинская отрасль, да, она уходит глубоко, корнями глубоко в прошлое. То есть это 3-4 век до нашей эры, когда еще Гиппократ создал некоторые заповеди. И среди этих заповедей у него первое было – это умеренность во всем, второе – это физическая активность, третье – это баня, и четвертое – это лечебный массаж с травами и маслами. И если мы будем следовать, да, этим заповедям даже сейчас, то, в принципе, мы продлим свою жизнь. То есть они верны. И мы будем более счастливее. Ну, а что здесь не так? Все для того, чтобы организм человека, любого человека, наверное, чувствовал себя хорошо. Потому что проблемами пожилого человека нужно заниматься в детстве. Потому что организм стареет всегда. Старость – это процесс закономерный, его нельзя остановить. Это физиологический процесс. Но мы можем сделать, улучшить качество жизни пожилого человека. Зачем особенно нужно следить и что профилактировать потом? Это сердечно-сосудистые заболевания. Безусловно, они превалируют над всеми остальными, да. Вот. Безусловно, с возрастом мы теряем определенный процент. Это онкологические заболевания. Это заболевания эндокринной системы. Сахарный диабет растет высокими темпами. И это тоже проблема. Проблема социума, проблема наших людей. И чтобы это все профилактировать, нужно, соответственно, правильно питаться, нужно вести правильный образ жизни, нужно заниматься физической активностью. И даже я бы на первом месте поставил все-таки физическую активность. Питание – это сопутствующую. Да, кто занимается спортом, тот знает, что, в принципе, ты занимаешься физической культурой. И питание уже прилагается к тому, что ты делаешь. То есть, безусловно, поддерживать силы организма нужно. А в пожилом возрасте питание имеет свои особенности. То есть, так как в процессе деятельности человека с возрастом процессы катаболизма, то есть разрушения, они превалируют над процессами атомализма, то есть созидания и восстановления, то, соответственно, организму требуется больше энергии для этого восстановления. И одна из такой энергии – это белок. То есть, белок в пожилом возрасте должен потребляться в большем количестве, чем в молодом и среднем возрасте. И суточная потребность его составляет где-то 1,2-1,5 грамма в сутки. А в нынешних условиях, когда коронавирусная инфекция, когда организм ослабленный, он может доходить до 2 грамм в сутки. На килограмм человека? На килограмм веса человека. Я знаю, что люди пожилые любят очень конфетки, вареница, сладенькое, вот это все дело. К этому как медицина относится? Я бы сказал, что люди, имеющие определенные заболевания, как сахарный диабет, безусловно, должны ограничивать себя в легкоуслояемых углеводах. Это, безусловно, быстрых углеводов, которые всасываются быстро. Ну, а человек, занимающийся собой и, в принципе, не имеющий хронических заболеваний, может позволить себе сладенькое вполне, я думаю. Даже сейчас и диабетики, в принципе, они уже знают свою потребность, они могут потреблять какой-то процент сахара, но потом это все компенсировать либо инъекциями инсулина, либо приемом лекарств. Про спорт. Вот все-таки каким мерилом измерить, насколько нужно активно им заниматься? Я считаю, что физическая активность должна быть по мере возможности. То есть не надо там сверхнагрузки какие-то осуществлять, но она должна быть. Ну, а как считается в гириартрии, то, в принципе, человек должен в неделю где-то 75 минут уделять физической активности средней интенсивности. Или 150 минут – это легкой интенсивности. Что мы под этим можем понимать? Если это легкие какие-то, это упражнения по типу гимнастики. Наклоны туловища, шаг на месте, за стульчик взялись и походили около стула, вокруг стула. Легкие движения, наклоны туловища вперед-назад. Если это средняя интенсивность, то это уже бег, это уже ходьба в том числе может быть в довольно интенсивном темпе. То есть бег, ходьба – это у нас сколько нужно в неделю? 75 минут в неделю. Немного, в общем-то. Немного. Это немного, но если это делать регулярно, то это даст свои плоды. Друзья, особенно наши пожилые зрители, мы вас призываем внимательно относиться к своему здоровью, следить за ним, ограничить по возможности контакты. Ну и, если что, врача тут же надо вызывать. Спасибо большое. Спасибо.